В столичном клубе «Ветеран» отметили День пожилого человека. Дедушки взяли бабушек и пошли танцевать. Продолжит Дарья Бульга. Вот они веселые, улыбчивые, легко кружатся в танце и смотрят сквозь очки, как в театре в бинокль. Все они уже бабушки и дедушки. Со всех городов республики собрались в столичном клубе «Ветеран» и отмечают День пожилых людей. Сами они называют этот праздник День мудрого человека. Ветераны Великой Отечественной войны в силу возраста уже не могут присутствовать на нашем мероприятии. Но активисты ветеранского движения, это и узники, блокадники, труженьки тыла, всегда с радостью ждут этот день. Почему? Потому что и в этот день у них есть возможность подстречаться с такими же ветеранами городов и районов, пообщаться, узнать мнение, как в дальнейшем проводить работу с одиноко проживающим, вообще организовывать ветеранское движение. Что всем уже не 45, а больше, как минимум на 20 лет, выдают медали на груди. Они защищали страну и вместе создавали Приднестровье. Сегодня вспоминали о своей молодости. Я работала здесь, была немножко по культуре, а потом при заводе прошла курсы машинистов крана, и я машинист крана проработала 45 лет. На каком предприятии? На заводе металлургическом 15 лет, остальные проработала на Молдавской ГРС. Вот так, так же, с крана 40 лет не сходила, а 5 лет уже так было. Вот такая вот я. Бабушки и дедушки – настоящие модники и модницы. Смотрите, как двигаются под музыку. В душе они все еще молоды и энергичны. Ветеранов поздравили от имени президента, правительства, министерства обороны и столичных властей. Пожелали крепкого здоровья, семенного благополучия и мирного неба.